Михаил, большое спасибо, что нашли время на то, чтобы поговорить с нами в нашем эфире. Итак, вчера после переговоров были слышны такие оптимистичные ноты, я бы так сказала, и со стороны украинцев, и со стороны российской. И говорилось много о том, что вчерашний раунд переговоров намного удачнее, чем все предыдущие. Вы как это прокомментируете? Ну, я бы сказал, что еще оптимистично на эту ситуацию посмотрели принимающая сторона Турция, которая достаточно активно играет сегодня посредническую функцию и пытается урегулировать вопрос, потому что война — это не только война России против Украины, война затрагивает целый регион, и, в частности, Черноморский регион, и для Турции — это прямые убытки, это прямые потери. И, соответственно, Турция крайне заинтересована в том, чтобы все-таки какой-то понятный план похода к миру был прописан. Это первое. Второе, что касается конструктивности, то, безусловно, исходя из событий, которые имеют место на полях сражений, где российская армия в ироничном смысле, скажу, крайне эффективно проявляет себя уже 34 дня и будет проявлять себя точно так же эффективно дальше, обладая чрезвычайным преимуществом, конечно, в ракетных инструментах, там, баллистические и крылатые ракеты, во всем остальном, конечно, она проигрывает. Но, тем не менее, она будет проявлять себя так же и дальше. Но вот за счет того, что вооруженные силы Украины достаточно жестко поставили на место эту армию, мы имеем хорошие переговорные позиции со своей стороны. То есть все ультимативные формулы, которые предлагала Россия на первых раундах переговоров, естественно, они уже отставлены, они не нужны. Хотя с пропагандистской точки зрения об этом можно продолжать говорить на телевидении, в федеральном телевидении, которое, в принципе, я, честно говоря, даже не знаю, зачем вы такие затраты несете на это телевидение, потому что, в принципе, это бессмысленная история, она приведет к трагедии. Но сейчас мы положили на стол уже свои предложения. Это ключевое в этих предложениях, это, естественно, договор о гарантии безопасности. Он фундаментально прописывает все, что должно дальше быть после войны. Он обеспечивает Украину конкретным инструментом. Помимо армии Украина получит также надлежащий инструмент внешней защиты. Среди стран-подписантов, среди стран-потенциальных гарантов будут страны с мощными армиями, в том числе с ядерным компонентом. Там 5 плюс 2, 5 плюс 5. Это договор открытый. Он предполагает, что в такой конструкции могут присоединиться любые страны. Я думаю, что будут присоединения уже сегодня и Британия заявила, и Италия заявила о том, что они готовы взять на себя функцию страны-гаранта. В этом договоре будет также стоять подпись Российской Федерации, что немаловажно, потому что, наверное, подписывать двухсторонний мирный договор было бы неосмотрительно с нашей стороны, зная биографию государства Российской Федерации, которая называется. А тут оно будет брать на себя обязательства, я имею в виду государство Российское, будет брать на себя обязательства не только перед Украиной, но и в рамках многостороннего договора перед странами-гарантами, что существенно утяжеляет международные нормативные положения, которые прописаны в этом договоре. Поэтому мы, конечно, смотрим на это оптимистично. Другой дороги к миру нет. Украина не хочет попадать в ситуацию, в которую она попала 24 февраля 2022 года, когда осталась наедине с крупнейшей армией, на тот момент крупнейшей армией. Мы не хотим больше воевать, условно говоря, потому что мы не государство милитарное. Мы не хотим тратить время, ресурсы и так далее на войну. Россия, наверное, хочет и предпочитает, в принципе, расширяться, расширять свое влияние за счет только экспансии. Тем не менее, мы готовы к подписанию этого договора. И Россия, кажется, тоже понимает, что издержки войны чрезвычайно нарастают, и им тоже необходимо выйти в договор, который устроит все стороны. Михаил, а вот Давид Арахами, кажется, в интервью РПК УА говорил о неком договоре. Якобы российская сторона принесла документ, который фактически означал бы капитуляцию Украины. И он еще добавил, что этому документу место лишь в музее Победы, видимо, в будущем музее Победы Украины. Да, такой документ был в первом раунде. Я думаю, что Дэвид Георгиевич сам его опубликует. Это будем считать его эксклюзивным правом сделать такое интересное сообщение. А знаете, оно будет иметь очень важный эмоциональный эффект в свое время, потому что и внутри Украины многие специфически относились к самой теме ведения переговоров. То есть, типа, не надо садиться за стол переговоров и так далее. Украина, мы покажем просто, как менялась позиция Российской Федерации по мере того, как она трезвела от осознания туда той пропасти, в которую попадает. Это очень интересно будет. Я думаю, что это ретроспекция историческая вообще всей этой войны, о том, как менялись риторика Российской Федерации, не только в переговорном процессе, но и в целом, как менялись требования Российской Федерации. К сожалению, к огромному сожалению, если бы, конечно, не было вот этот вакуумный пузырь, в котором находится общественное мнение российское, я думаю, что и войны-то не было бы. Но если бы хотя бы у вас дискуссия была бы сегодня какая-то, широкая дискуссия, то, наверное, бы и гораздо быстрее бы и переговорный процесс шел. Потому что, когда односторонняя точка зрения превалирует, и в рамках этой точки зрения люди делают какие-то выводы, а все эти выводы, как правило, абсолютно неоправданные, то есть они лживы в своих предпосылках, то, конечно, переговорный процесс идет сложно. Но думаю, что сейчас мы уже вышли на какие-то более-менее внятные конструкции. Михаил, вы знаете, мы задавали нашим зрителям вопрос, что, по их мнению, сможет остановить войну. Российская армия, украинская армия, страны Запада, санкции. А как вам кажется, переговоры вот эти вот, они способны будут вообще остановить войну? Я бы не делал отдельно, переговоры сами по себе абсолютно не имеют ценности, если при этом страна не готова быть отмобилизованной, не готова воевать за свою свободу. У нас Украина как раз-таки доказала за эти 30 с лишним дней, что она не то, что отмобилизована, она, наверное, уникальна в желании. У нас 300 плюс тысяч людей вернулось в Украину, это в основном мужчины, для того, чтобы воевать. Ну, то есть записываться в отряды и терробороны, в резерв записываться и так далее. Это люди, которые уже были на работах, или жили уже на Западе, в европейских странах. Они вернулись. То есть у нас в Европу уезжают, понятно, женщины, дети. Безусловно, у нас 3 миллиона людей уехало. Это в основном старшее поколение и женщины, и дети. А вот мужчины возвращаются. И, в принципе, они для себя как бы выбирают и подписывают условный контракт со своей страной, о том, что они заплатят самую высокую цену для того, чтобы страна была свободной. Это с одной стороны. С другой стороны, переговоры ведут на самом деле вооруженные силы Украины. Не мы ведем переговоры. Мы просто пытаемся, скажем так, уменьшить затраты людские, или ресурсные наши затраты на то, чтобы все-таки передать послание вооруженных сил Украины таким языком переговорным, дипломатическим, объяснить, что никто никуда уходить с этой страны не будет. Если нужно будет здесь погибать, люди будут погибать. Российская Федерация пришла на чужую территорию. Она не воюет за какие-то ценности, не защищает свои дома. Никакого геноцида Донбасса никогда не было. Это все сказки. Вот мы пытаемся... И это вооруженные силы Украины сегодня... Нет, кстати, никаких нацистских батальонов, естественно. Азов, в котором 100 тысяч человек, да, мне это очень нравится. То есть у них Азов – это какая-то навязчивая мания. Они упоминают слово Азов везде. И в Харькове, и в Мариуполе, и под Киевом, и в Гостомеле. Ну, то есть, грубо говоря, везде Азов. Когда слушаешь их, да, то задаешь просто резонный вопрос. Ребята, а сколько вообще в батальоне Азов людей? 1100, наверное, да? Ну, то есть, вот это все им армия передает на поля к сражению, а мы это пытаемся более корректно в дипломатической формулировках, в дипломатических передатях за столом переговоров. Я надеюсь, что 33-34 дня войны – уже достаточный срок, чтобы научиться слушать и наш дипломатический язык, и тем более язык вооруженных сил Украины. Если они не хотят слушать, то, безусловно, вся вот эта история, которая уже длится длительное время, да, и которая дополнена, как вы правильно сказали, тяжелыми санкциями, она будет только утяжелять и разрушать положение Российской Федерации. Вот и все. Знаете, вы сейчас сказали про добровольцев. Я как раз с такими добровольцами ехала сама из Польши в Украину. К сожалению, мы не обменялись контактами. Я не знаю, какова их судьба. И вот я тоже вспомнила эпизод. Я стояла во Львове на вокзале, и поезд отправлялся в сторону Мариуполя, и ребята ехали воевать в Бердянск, будучи абсолютно без всякого военного опыта. То есть я их, естественно, об этом спросила. И мне, конечно, я не знаю, есть ли у вас такие данные, но вот добровольцы, которые идут в украинскую армию, не знаю, корректно ли это будет спросить, но есть ли у них вообще шанс выжить? Смотрите, вопрос ведь не в том, есть ли шанс. Шанс выжить всегда есть. Вопрос, насколько ты готов воевать за свою страну. И вот то, что вы сейчас говорите о добровольце, которое даже без подготовки готово идти на передовую, он говорит о том, что страну-то поставить на колени невозможно. Видите, люди даже не боятся, зная, какого типа сейчас идёт война, насколько она интенсивна, какие боевые действия, как это всё разрушительно, сколько там есть уже погибших, особенно со стороны Российской Федерации. И люди без подготовки, без обмундирования, потому что мы, ещё раз подчёркиваю, Украина не вкладывала столько денег, как вкладывала Российская Федерация в потенциальную войну. Мы не покупали столько ракет, мы не покупали столько амуниции. Оно нам не надо. Мы не собирались ни на кого нападать и не нападали, безусловно. И, соответственно, когда люди мирных профессий, они занимались чем-то, программисты, я не знаю, бухгалтера, ну, все, кто любыми профессиями занимались, люди, да, и вот они готовы без подготовки идти и умирать на передовой. Вы же сами понимаете, что здесь уже не стоит вопрос, готовы мы что-то, не готовы, там, правильно это, неправильно. Нету понятия для Украины, правильно или неправильно. Для Украины есть одно понятие. Если ты внутри любишь свою страну, ты будешь отдавать всё для того, чтобы она выиграла. А насколько вы понимаете, это видно, если вы были здесь, вы же это видели, у нас люди реально любят свою страну. И это, кстати, тоже загадка. Ведь насколько нужно не понимать своих соседей. Вы живёте рядом, вы там называли, ну, я имею в виду не вы, а Российская Федерация образно, да, вы всё время говорите о каком-то там культурном единстве, о том, что мы там на одном языке якобы разговариваем и так далее. И вы настолько не понимаете содержание, внутреннее содержание украинца как такового. То есть его мотивацию. Почему он делает такой выбор и другой. Ведь 30 лет уже прошло. Можно было за это время действительно не покупать идиотов-олигофренов, да, которым вы давали деньги для того, чтобы они тут какие-то политические там, ну, истории устраивали, да. Ну, вот я имею в виду такие, как Медведчук, там, или Мураев, ну, вот эта вся группа там. Да, очень каких-то мутнейших типажей, которые реально ценность их вообще, в принципе, человеческая ценность нулевая, интеллектуальная там вообще отрицательная и так далее. То есть неужели нельзя было посадить каких-то реально умных профессоров, чтобы они вам рассказали характер украинца как таковой, но чтобы было понятно, что это другая вообще совершенно по своей содержательной части личность, не похожа на многих там русских и так далее. Мы разные. Это не плохо и не хорошо. Это объективная вещь. Мы абсолютно разные. И, соответственно, прийти в Украину и сказать, ребят, вы сейчас будете у нас тут на коленях стоять. Ну, это очень такая смелая было заявление. Знаете, в чём проблема этой войны? Проблема в эскалации. В эмоциональной эскалации. Посмотрите, у вас эскалация идёт за счёт пропагандиста. Вот сидит напыщенный там какой-то субъект, я не буду называть фамилию, да, там у него вечернее шоу всегда ведёт. Напыщенный, трусливый по своей сути. Он же не будет воевать сам, правильно? Но вот он напыщенно так рассказывает, вбивая там нацисты, маршируют биолаборатории, боевые белки уже практически перешли, нападение на округ Москва и так далее. Я не знаю, что он там рассказывает, да. И у вас люди реально как бы живут в иллюзии, что ну мы тут вот защищаем Россию. И это эмоциональное накаливание идёт. У нас другая история. У нас ненависть появляется, естественно, если у вас она пропагандистская по отношению к Украине, ну вымышленная, да, вот субъекты толстенькие эти, рассказывают сказки, и люди начинают накаляться. А у нас это естественно происходит, потому что мы видим, как гибнут наши люди, как погибают детки. Когда, вот представляете, картинку, вы видеть должны были, да, когда ребёнок там 5-6 лет, ну просидит там 3 дня в подвале, он будет там ранен, и он выйдет, у него не будет даже слёз на глазах. Он будет ненавидеть, и его родители будут ненавидеть. Понимаете, к чему идёт война? К реальному, к реальному расколу, мировоззренческому и к ненависти. То есть тут уже даже вопрос не границы будет между нами, а вопрос исключительной ненависти. Потому что тот способ, с которым Российская Федерация ведёт войну, ну он вызывает, мягко говоря, презрение. Потому что не воюют, ну по правилам, по обычаям, да, воюют против мирных граждан. Я не знаю, как вы, как вот, я прошу прощения, не вы, конечно, но как вообще Российская Федерация собирается потом с этим там жить, разбирать? Ну когда перестанут вот эти толстячки у вас на ток-шоу рассказывать свои сказки про нацистские батальоны и боевых белок. Я не знаю, это будет тяжело. Это не получится написать там, найти очередного Чайковского, чтобы он написал какое-нибудь там «Лебединое озеро», и на этом, собственно, вот у нас общая музыка появилась. Нет, уже не получится. Вы понимаете, куда мы попали уже? И эта эскалация будет нарастать. Потому что выйти из войны тоже нужно уметь. Вот поэтому я и оптимистично смотрю на переговорный процесс. Мы даём возможность защитить Украину и за счёт этого выйти из войны. То есть дать Украине, которая доказала свою состоятельность как государство. Кстати, президент Российской Федерации очень был уверен и не понимая, опять же, откуда он это взял, что такой государственности, как Украина. Нет. Я думаю, что сейчас он понимает, что такое украинская государственность. Так вот, мы же и предлагаем выйти. Давайте так, дадите гарантии. Нам внешние гарантии. Армия наша, есть внешние гарантии. Вы таким образом тоже получаете гарантии, я имею в виду Российской Федерации, то, что на вас, бедняжек, нацисты не нападут. И давайте закончим. Президенты выходят и договариваются. Михаила, я думаю, что, к сожалению, даже если этот переговорный процесс закончится какими-то удачными, все эти переговоры приведут к концу войны, все равно не вот этот 5-6-летний ребенок, который просидел в метро в Харькове, или те 4 миллиона украинских беженцев, которые уже уехали из Украины, вряд ли они простят россиян, как мне не больно в этом признаваться. Я бы хотела ваши прогнозы услышать. Как вы думаете, когда завершится эта война? Многие говорят, две недели, месяц. Мы слышим каждый день какие-то разные цифры. Что думаете вы? К сожалению, вот эти люди, которые рассказывают две недели, месяц, два дня и так далее, это люди, которые живут тоже в информационных каких-то иллюзиях своих. То есть они хотят просто собрать лайков каких-то. Я не знаю, что они хотят. Объективная реальность всегда другая. Смотрите, у меня есть оптимистичный, осторожный оптимизм такой, исходя из того, что я вижу в переговорном процессе, что мы все-таки в течение какого-то достаточно внятного времени, небольшого, мы сможем выйти на… Я считаю, что мы сможем говорить о мире только тогда, когда президенты сядут за стол, потому что много вопросов, которые не решают… Внятное и небольшое время, простите. Тут я вынуждена уточнить. Еще раз. Что такое внятное, небольшое время, как вы говорите? Ну, я надеюсь, что это не война на месяц. Потому что война на месяц, и она приведет к истощению, к тотальному истощению и Украины, и Россия, наверное, обрушится уже окончательно. То есть я еще раз говорю, что для Украины последствия, конечно же, это потеря людей и потеря инфраструктуры, но мы восстановим, мы будем долго помнить и скорбеть по своим павшим, инфраструктуру мы точно отстроим. А для России, мне кажется, что война, которая затянется на месяц и приведет просто к разрушению исторической ценности России как таковой. То есть она может перестать существовать, по большому счету, потому что репутационно, я даже не представляю, как Россия репутационно на глобальном рынке сможет… Я понимаю, что есть циники в той же Европе, которые деньги… Я смотрю, некоторые торговые компании до сих пор сидят в Российской Федерации, продают, объясняют это тем, что люди же не должны, там, виноваты. Я не понимаю, что значит люди, а правительство, оно с неба упало, там, и так далее. То есть оно мировоззренчески не является плоть от плоти собственный народ, да. Так вот, многомесячная война, если она затянется, там, два месяца, три, она приведет к обрушению, просто страны России не будет вообще. В принципе, возможно, для кого-то это хороший плюс, да. А для нас, для людей, на территории которой идет война, и гибнут люди, это слишком большая роскошь воевать там несколько месяцев. Мы поэтому думаем, что внятное время, это две, три, четыре недели, в течение которых можно еще будет доработать, наверное, какие-то положения ключевого договора, базового, потом должны будут президенты встретиться, все это должно быть подписано, завизировано, войска должны отойти Российской Федерации, по крайней мере, на позиции 23 февраля 2022. Для чего? Для того, чтобы дальше процесс мирного урегулирования, уже, соответственно, договор о гарантии безопасности шел по процедуре, там референдумы, парламенты, ратификации и так далее. Вот такая у меня как бы позиция по этому вопросу. Последний вопрос, не знаю по адресу ли он, но я не могу не спросить, вы наверняка слышали о нашей погибшей коллеге на прошлой неделе Оксане Баулиной. Вот я хотела узнать, есть ли какая-то новая информация об обстоятельствах этой страшной гибели? Ну, мы официально сообщим, конечно, потому что у нас пять погибших уже журналистов, или даже, по-моему, уже семь, несколько пропавших без вести, мы пока не можем установить их место. Вообще, конечно, журналисты у нас герои, я преклоняюсь перед их смелостью, они действительно хотят показывать с передовых сцены насилия, сцены войны, по сути, это очень важно, потому что это мир, который уже заснул год-два назад, и который не особо обращал внимание на ту же сирийскую войну, на ту же афганскую войну, то есть, ну, как бы люди начинают понимать, что война — это страшно. Что касается Оксаны конкретно, то это ужасный удар, даже, по-моему, Министерство обороны Российской Федерации в лице Коношунка в этом просто бахварилось этим, что они использовали систему гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», это оружие, которое действительно тяжёлое, они ударили по торговому центру «Ретро-Виль», Оксана поехала на следующий день, по-моему, смотреть последствия этого, потому что там 4 дома были уничтожены и попала под повторный удар, но уже не удар «Кинжалом», насколько я понимаю, а удар просто «Калибром» или «Искандером» уже надо смотреть, да? Была ещё информация о том, что это удар «Миной». Возможно, но это будут полностью по всем журналистам, у нас будут все, скажем, материалы, мы их опубликуем, просто я не думаю, что сейчас нужно всё это опубликовать, причины, следствия и так далее, и так много смертей, мы достаточно бережно ко всему этому сейчас относимся, мы понимаем, что каждое слово, к сожалению, часто ранит людей больше даже, чем нужно. И мы не хотим просто, чтобы все депрессировали постоянно, и так далее. Мы просто считаем, что Украина заплатит любую цену, к сожалению, заплатит цену жизнями своих детей за то, чтобы быть свободными. Мы будем их оплакивать, ещё раз говорю, будем помнить всегда, но не будем жалеть о том, что мы сегодня воюем с Российской Федерацией, это точно. Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Вам спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok